МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из особенностей штурма Севастополя – это большое количество инженерных задач, которые в ходе его подготовки и проведения предстояло решить войскам фронта. Это объясняется тем, что частям приходилось действовать в горно-лесистой местности, необходимостью форсировать реки и Северную бухту, и большой плотностью инженерных заграждений. Инженерные части фронта в своем составе имели пять инженерно-саперных бригад, несколько отдельных батальонов, армейские и дивизионные саперные части. Седьмой инженерно-саперной бригадой командовал полковник Петр Харитонович Бесценный, 43-й бригадой спецназначения полковник Иван Порфирьевич Корявка, награжденный орденом Богдана Хмельницкого за бои под Севастополем. Двенадцатой инженерно-штурмовой бригадой полковник Петр Георгиевич Павлов-Панчевский, ставший впоследствии министром обороны Народной Республики Болгария. В период подготовки к боям инженерно-саперные части вели разведку переднего края противника специально созданными группами разведки, штурмовыми саперными группами и группами разграждения. Проделывали проходы в заграждениях противника, особенно на главном направлении в районе Сапун-Горы для пропуска пехоты и танков. К 5 мая таких проходов по фронту было сделано 231. Ремонтировали и разминировали дороги, подходы и подъезды к ним, производили сплошное разминирование освобожденной территории. Было снято более 50 минных полей, 7,5 тысяч мин и подготовлены обращения к войскам и гражданскому населению в связи с минной опасностью. Строили мосты и переправы, сначала легкие для пехоты, а затем усиливали их под погрузку 16 и 30 тонн для прохода тяжелой техники. 7-я саперная бригада наводила переправы через реку Черная, сначала оборудуя броды, затем, используя опоры старых мостов, восстанавливала их и строила новые. То же самое делала 43-я бригада спецназначения на реках Кача и Бельбек. Всего было построено 26 мостов под погрузку от 5 до 30 тонн. Оборудовано 56 бродов на реках Альма, Булганак, Кача, Бельбек и Черная. Сапер 216-й стрелковой дивизии Максим Карцев, отлично выполнив свою задачу по устройству переходов для танков через противотанковые рвы, был награжден орденом Красной Звезды. В письме командира отделения жене Карцева Анне Андреевне было сказано, «Своей доблестью и мужеством он служит примером для моего подразделения. Максим Гаврилович прошел славный боевой путь, не зная усталости и трудностей. Восхищаюсь его отвагой и рад сообщить вам об этом. Уверен, что наша победа близка и настанет счастливый день вашей встречи». О такой же встрече мечтал и Яков Горин, полковник, воевавший с 1940 года и не знавший ничего о своем сыне Радии, который ушел на фронт в 1943 году в 18 лет после освобождения от оккупации села Благодатное. Отец и сын не виделись четыре года. В первом письме Яков Семенович писал сыну, «Ты за это время стал воином. Я, пожалуй, и не узнал бы тебя. Хорошо, что хоть твой снимок мне переслали. Нужно нам с тобой наладить переписку и не терять ее». А вот письмо сына к отцу. «Вот сейчас, когда пишу тебе письмо, узнал, что мне присвоено звание младшего сержанта. Не завтра, послезавтра. Пойдем добивать фрицев. Как хочется тебя увидеть». Но этой встрече не суждено было состояться. 3 мая 1944 года младший сержант Радий Горин, автоматчик 24-й гвардейской стрелковой дивизии, прикрывая огнем действия инженерной разведки в районе Микензиевых гор, был убит. Вместо долгожданного письма отцу пришло извещение о гибели сына. В народе называвшаяся проще, но страшнее похоронка.